друзья приветствую вас это вторая часть обзора давайте посмотрим что сейчас по факту открытия на российском рынке происходит и что ближайшее время следует ожидать так ну давайте начнем желтого металла что у нас здесь происходит ну смотрите здесь был заход пробития исторического хая номинально исторического хая писал в telegram канале что на самом деле как бы реальную цену на золото мы еще у нас перехали не было здесь что интересно ну судя по объемам и по скорости движения наверное кого-то заловили кого-то кто активно шортил далее что здесь я могу сказать но по сути смотрите в 1990 пробили произошел сильный откат до произошел сильный откат мы сейчас здесь фактически на дневках разворотная формация и по этой разворотной формации но я думаю те же 1990 наверно мы в ближайшую неделю повторно отскочим здесь уже как бы пошел рост и критерий остановки этого роста и продолжения вот этого сваливания по золоту это будет пробить и 1910 сходим и пробиваем 1910 далее вполне вероятно пойдет движение на 1882 вот сюда вот мы ее немножко пробили вчера но сразу отскочили из-за нее и потом соответственно движение в диапазон 1830 1820 вот здесь сюда скорее всего она уйдет так что касается сегодняшнего дня так я думаю сегодня мы сейчас сходим на 1955 если на 1955 начнется закрепление проторговка то отсюда весьма вероятно последует рывок на 1990 вот здесь цель движения 1990 так если у нас сейчас пойдет пробой нижнего уровня 1930 1932 то отсюда у нас возникнет провал и движение вот сюда вот в этот диапазон если такого провала не возникает мы идем тестировать 1952 1954 вот сюда вот к этому значению но я думаю по золото все-таки более вероятно какой-то задер как минимум тестирование вот этой верхней границы на 1961 1952 и случае пробоя цель движения 1990 1989 так друзья далее что касается фьючерсом индекс ртс но здесь скорее всего будет корректирующий отскок потому что вот эту цель 131 1200 там 180 можно сказать что отработали вот здесь полагается после этого немножко куда-то откатиться ну хотя бы на 128 500 если все-таки этого не произойдет и мы уходим выше 131 200 сегодня закрепляемся то у нас начинается движение на 150 300 вот но такой сценарий мне кажется пока все-таки маловероятным даже если мы до выборов в америке точнее до октября месяца и успеем сюда дойти я думаю это не так быстро будет но сейчас все таки я думаю более вероятен корректирующий откат мы сейчас просто перешли более высокий энергетический уровень который находится от 127000 достает 131 200 и наиболее вероятно если нефть не уходит на 47 55 47-55 то мы будем вот в этом диапазоне и колебаться так на смотрите по часовику у нас здесь вполне как бы ясная разворотная формация и это разворотная формация в ближайшее время она должна привести к тому что будет движение цель которого 129 500 в каком случае этого не произойдет этого не произойдет том случае если будет хотя бы затерк на объеме и движение выше 131 1200 в этом в этой ситуации скорее всего мы пойдем вверх и постараемся закрепиться так друзья дальше давайте посмотрим серебро по серебру были вопросы что у нас здесь получается ну смотрите 25 мы пробили и закрепились выше 25 если вот этот месяц август мы торгуемся выше 25 закрываемся то наиболее вероятно что вот это движение вверх по серебру на 32 потом на 39 и потом на 50 она продолжится вот сейчас многие поддерживаются точки зрения что все как бы лопнул пузырь на рынке драгметаллов и все сейчас посыпется и пойдет вниз вот такое конечно возможно я думаю более вероятный сценарий заключается в том что трак металлы будут расти и золото и особенно серебро сейчас видимо кого-то от пароль и крупного и после этого вполне как бы может быть еще немножко попадай может быть от текущих уровней вполне после проторговки может продолжиться рост но если будут пробиты сильные уровни по серебру это пробой в моменте и закрепление ниже 23 и август должен закрыться выше 25 тогда пойдет движение вверх если эти условия не выполняется скорее всего пойдет корректирующий откат и движение будет уже в район 22 20 21 вот в этот диапазон по золоту там по моему если ошибаюсь 1880 или 1750 если глобально рассматривать но в любом случае я думаю более вероятен подрагметаллов рост да сейчас как бы вот соскочили откатили но говорить о том что произошло сном тренда я думаю пока все таки рано тем более у серебра у серебра массы целей которые наиболее вероятность и брок серебро пойдет отрабатывать так на дневном таймфрейме у нас сейчас пошел корректирующий отскок цель этого корректирующего отскока это движение на 28 то есть либо на этой неделе либо в начале следующий а думаю мы сходим на 28 это движение не будет выполнена в том случае если будет пробой 24 14 из 24 4 14 пробиваем то пойдет движение вниз так мы его текущий расклад вам следующий сейчас может быть коротенький задерк цель этого задерга будет находиться на 25 с половиной если не будет при этом пробитие 25 целых одной десятой то это задерк скорее всего все равно перейдет по торговку и пойдет движение наверх движение наверх начинается в случае пробития уровня 26 35 соток если он пробивается на объеме то отсюда последует скорее всего рывок сразу на 20 27 05 и потом отсюда следующие цели пойдут движение это 28 3 и потом наверное 28 86 так друзья дали акции сбербанка на смотрите здесь мы немножко не добили до цели которые на 243 произошел пробой сильного уровня мы вышли из диапазона из одного диапазона потом из другого диапазона и сейчас соответственно вот для того чтобы какое-то движение вниз сильное развелось необходимо чтобы мы немножко вот эту цель все-таки добили я так думаю 20 242 и 5 и после этого возможно корректирующий откат здесь была крупная раздача на 240 большие объемы вышли вот но здесь тем не менее если не будет пробита 238 237 с половиной то наиболее вероятно что вот это движение наверх она продолжится если будет пробой вот этого диапазона то скорее всего отсюда разовьется корректирующий откат цель которого будет возврат вот в этот диапазон точнее даже не в этот диапазон назначение 226 так вот сейчас у нас по часовику возникла разворотная формация если это разворотная формация 237 с половиной не пробивает то у нас сегодня завтра там понедельник вполне возможно продолжение роста движения на 254 если будет пробитие 237 с половиной то мы перейдем вот сюда вот в этот диапазон чик и будем торговаться в этом диапазоне так далее газпрома смотрите у газпрома остается цель движения которая находится на 200 под нефка 200 потом следующая цель это 204 сейчас он вышел из диапазона пробил то есть у него пошло движение и это движение она наиболее вероятно продолжится мы цели эти закроем в том случае если 189 с половиной не будет пробиты не произойдет возврат вот сюда вот в эту область так на сегодня судя по часовику пошел корректирующий откат этот корректирующий откат он может дойти до 190 вот сюда вот в этот диапазон и здесь надо ориентироваться на часовой таймфрейм газпром очень хорошо описывается часовым там в таймфрейм у каждого актива свой таймфрейм здесь вот если не возникает разворотной формации то наиболее вероятно будет движение вот сюда вот на 190 45 и 190 45 здесь наиболее вероятно пойдет набор позиции и корректирующий отскок наверх дальше если идет продолжается снижение пробиваем 189 с половиной и закрепляемся то ломается вот эта фаза роста и и он начинает проседать так далее норильский никель гмк ну смотрите здесь у нас сейчас мы заперты в боковике нижняя граница 20 тысяч 300 верхняя граница проходит на 21000 вот как только 21000 на объеме мы пробьем и закрепляемся сразу наиболее вероятно пойдет движение на 22000 здесь сейчас у нас скажем так есть привязка с одной стороны к паладе с другой стороны корпоративным событием и дивидендом на текущий момент здесь судя по дневному таймфрейму развивается боковик вот указанном диапазоне и скорее всего движение будет именно в этом диапазоне так на текущий момент час 1113 если пойдет пробой 20 тысяч 700 на объеме то скорее всего отсюда у нас разовьется движение цель которого будет заход вот сюда в диапазон 20 тысяч 480 20 тысяч 350 сюда если отсюда пойдет движение вверх и мы увидим пробой 21000 то понесут его наверх на 22000 пока такое движение наверх я думаю маловероятно наиболее вероятного движения в рамках этого боковика но здесь надо иметь ввиду 21000 пробиваем сразу он может очень быстро на 20 исходить если он закрепится выше 21000 так друзья дали северсталь смотрите по северстали у нас идет цикл движение цель которого уже девятьсот девяносто два она не пошла в откат вырвалась наверх и поэтому ближайшая цель где 992 тысячи вот этот диапазон это если сам рассматривать недельный таймфрейм если здесь пробой начинается проторговка то отсюда она пойдет уже вот в этот диапазон который в районе 1060 так вот по дневному таймфрейм у нас сейчас попытка формирования разворотной формации 978 там тоже по моему у нее какой-то уровень был так давайте посмотрим более короткие таймфреймы но и в общем то по часа веку у нас был вы нас была раздача и разворотная формация сейчас какой здесь есть момент если будет пробой вот этого диапазона который заканчивается 965 то в этой ситуации мы отсюда посыпемся цель движения будет диапазон 952 942 если мы вот в этой проторговки удерживаемся то здесь в ближайшее время будет пробой верхней границы уход диапазон 992 тысячи но сейчас что-то мне кажется больше вероятность того что произойдет корректирующий откат потому что слишком уж мощный был рост практически не было безоткат на этот рост был и соответственно то есть в этой ситуации вполне как бы логично хотя бы немножко выпустить пару и откатиться на 950 946 вот опять же этот сценарий не срабатывать если на объеме 978 пробиваем тогда тогда значит есть есть какие-то факторы которые не до конца известны будут тянуть ее наверх хотя вот мне кажется корректирующий откат необходим так далее вопрос был по фска есть смотрите здесь мы находимся вот в этом новом канале недельный таймфрейм от этого значения до этого значения соответственно пробой закреплений выше 0,2 0,2 рубля вызовет движение цель которого будет 22 с половиной копейки так ну и дневка вот мы двигаемся в рамках вот этого диапазона 019 809 020 625 сейчас подошли к верхней границе если будет пробой то сразу движение возникает на 22 с половиной если сейчас пойдет разворот то есть пойдет снижение объема не будет дальнейшего роста по мы соответственно отсюда идем к нижней границе на 19 929 в начале потом возможно движение и пониже так но если часовик смотреть вот у нас отсюда восходящее движение сгенерировано вот но сейчас идет попытка разворота соответственно если корректирующий откат отсюда продолжится и будет пробить и 20 175 то вот это все восходящее движение ломается и идет откат на 19 944 все-таки я думаю здесь более вероятно движение тестирования на пробой вот этого значения если мы его пробиваем уходит идет движение на 2626 так друзья далее в т.б. ну смотрите мечный таймфрейм здесь по мечтам таймфрейм у нас вот это восходящее движение которое пошло она не сломана она не сломана и целью этого восходящего движения находится на 5,3 копейки так ну и вот недельный таймфрейм понедельному таймфрейм у нас пошел отскок после вот этого падения связанного с историей про дивиденды втб точнее про их отсутствие отбой от сильного уровня видите вот этот сильный уровень мы все-таки не пробили его немножко покололи и отскочили от него это достаточно позитивный момент связи с этим высока вероятность того что будет движение на 3,88 копейки далее если здесь возникает пробой будет попытка движение на 4,2 так мой дневка здесь в чистом виде идет корректирующий откат у которого первая цель это 3,9 3,9 если здесь будет пробой то сразу будет уход на 4,1 вот сюда в этот диапазон если здесь пробоя не будет то мы будем заперты вот в этом диапазоне ну и пробой если у нас возникает значение 3,6 пойдет провал корректирующий и цель этого края провала будет движение вот сюда в этот диапазон так ну и часовик здесь вообще изумительный по часовику мы ближайшее время должны сходить на 3,9 ближайшее время это один два три дня вот в каком случае этого не будет это не будет том случае если произойдет пробой 3,7 3,7 на объеме пробиваем это движение ломается если не пробиваем то идет движение первая цель это вот этот уровень 3,9 так друзья далее вопрос был по яндексу но здесь на фоне и известия включение его в индекс миссия и он гопану сегодня уже было 44 тысячи пятьсот пятьдесят четыре максимальное значение то есть он сделал свой исторический переха и по луке вещей здесь должен быть какой-то корректирующий откат но с учетом вот этого события в дальнейшем будет скорее всего расти интерес к яндекс акциям яндекс и после корректирующего отката наиболее вероятно его будут тянуть вверх опять же это в той ситуации если не раздражается мировой кризис и все не начинает сыпаться так ну вот у нас на часовике его мощно раздали на 4 тысячи четыреста семьдесят пять вот и после этого тут уже просто это самого расколбас пошел заявки поснимали сейчас идет проторговка состояние неопределенности давайте посмотрим куда она вероятно будет развиваться посмотрите вот исходя из 15 минутки здесь можно следующий момент выявить если 4440 на объеме будет пробита то очень быстро отсюда состоится движение сначала вот сюда вот на 4400 и случае пробить и 4400 на объеме пойдет возврат вот в эту область если вот это вот это значение не будет пробить то здесь после проторговки скорее всего она продолжит рост и будет движение пробой 4554 и дальнейший рост но судя по силе движения вышедшему объем здесь наверное все таки более вероятен я думаю корректирующий откат потому что надо пар выпустить и потом уже можно будет рост продолжать так друзья дали это от нефти обычно на смотрите здесь пробой щетки пошел наверх и мы отработали цель которая у нас была вот прямо под сильным уровнем 610 какого дальнейшего ожидать развитие событий если вот эта цель будет пробит и здесь произойдет закрепление над этой целью то отсюда разовьется движение ближайшее время на 670 если мы сейчас начинаем хандрить и проседать то нас ждет самые ближайшие дни корректирующий откат цель этого отката 560 так мы и вот по часовику у нас пошел разворот этот разворот будет реализован и пойдет достаточно существенное снижение с целью движения на 560 в том случае если у нас будет пробить и 585 вот 585 если пробиваем начинаем падать идти вниз если не пробиваем все это корректирующий откат цель которого будет пробить 68 и закрепиться выше так друзья дали аэрофлот по аэрофлоту вопрос связи там с решением подоб и миссии смотрите вот мечный таймфрейм берем вот здесь если в августе 89 не будет окончательно пробита не будет над ним закрепление по результатам месяца то это все разворотная формация и цель движения по этой разворотной формации может в принципе находиться в районе 37 38 так но что касается дневного таймфрейма по дневному таймфрейм у нас здесь по сути получается двойная вершина и в ближайшее время если не будет в течение там нескольких дней взят вот этот уровень 88 с половиной и не произойдет закрепление над ним то здесь как бы очевидно будет сначала корректирующий откат цель которого будет 82 и по факту его достижения отсюда разовьется движение цель которого будет движение на 73 так ну и часовой таймфрейм что здесь хотел сказать по часовому таймфрейму здесь у нас такой достаточно вяльника и движение было по сравнению с тем что происходило 12 и поэтому здесь надо за ним посмотреть что в течение дня будет происходить могу сразу сказать что если вот возникает пробой 84 85 и 4 то наиболее вероятно что отсюда следующий цель движения будет 83 2 вот сюда вот в этот диапазон если такого пробоя не происходит то по факту до набора позиций отсюда будет движение цель которого опять тестирование вот этого сильного уровня 88 589 все друзья спасибо за внимание